И в этом же здании, где работало подпольное и горное заведение, продавали контрафактный алкоголь. Только в соседнем подъезде. Судя по вывеске, там расположился ночной бар. В общей сложности сотрудники полиции изъяли две тонны суррогата. И вот эту непонятную жидкость посетителям увеселительного заведения продавали за весьма приличную сумму. Олег Хатанзейский с подробностями. Так называемый Северный рай в поселке Искатели проработал очень долгое время, но недавно его закрыли. Сами люди этому событию были очень рады. За исключением посетителей, хозяева ночного бара, уехали. Впрочем, помещение долго не пустовало. На этом же месте появилось новое ночное заведение, где людям продавали контрафактный алкоголь. Десятки коробок с разнообразными спиртными напитками хранились подальше от посторонних глаз. В несколько тысяч бутылок было разлито поддельное пиво и водка известных брендов. Акцизные марки оказались тоже фальшивыми, а некоторые бутылки были и вовсе не маркированы. Весь этот алкоголь хозяева бара продавали по завышенным ценам. Всего изъято около двух тонн алкогольной спиртосодержащей продукции в ассортименте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Контрафактный алкоголь владельцы ночного заведения продавали без специального разрешения. Это установила проверка. Десятки ящиков суррогатом полицейские конфисковали. Сейчас образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу, но сомнений в том, что эта подделка у стражей порядка не возникает. Специалистам необходимо установить, насколько суррогат опасен для организма человека. Александр Дуркин, Телеканал Север.